МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По энергоемкости балет второй после бокса. Спортсмены теряют до 7 килограммов веса за бой. Танцовщицы за спектакль от 2 до 4. Боксеры тренируются 3 раза в неделю, артисты репетируют 6. Генетики уверены, артистами балета становятся те, у кого есть определенные виды ДНК, отвечающие за гибкость, выносливость, пластичность тела. Подъем – это генетически детерминированное состояние. То, что вам папа с мамой передало. Красивый подъем зависит от толщины костей вот этой области. Ее изменить нельзя. Если вы будете пытаться выламывать здесь кости, вы просто растянете связки, которые между собой комбинируют эти кости. И суставчики будут между собой гулять. Так называемая дислокация суставов появится, что сократит срок вашей возможной карьеры в разы. А подъем красивый вы не получите. Только в редких случаях природу удается обойти. Приму-балерину Мариинского театра Диану Вишневу взяли в Вагановское училище лишь с третьей попытки. У нее не было врожденной выворотности и нужного шага. Основу всего – выворотность. Это умение разворачиваться из сустава в определенном положении выворотном. Это у нас прямо с 17 века. И это сохраняется, на этом все это строится. А вот такие моменты, как высота прыжка, высокие прыжки, шаг, растяжка – это все уже более современные течения. Тонкая Вишнева, ее вес не более 46 килограммов, стала эталоном современного танца. В начале 20 века такой иконой была Анна Павлова, которая, кстати, как и Диана, не с первого раза смогла поступить в Императорское театральное училище. Из-за слабого здоровья. Если мы говорим про Анну Павловну, например, она как раз была балериной, которая немножко уже шагнула вперед. Есть архивные съемки артисток-балерин Мариинского театра именно начала 20 века. И на наш современный взгляд, конечно, мы бы не сказали, что это балерина, они танцуют на сцене. Это такие вот приятных форм, округлых форм женщины. И та же самая Матильда Феликсона. Небольшого роста, достаточно такая мягкие женственные линии, очень тонкая талия у него была, да, но она была такого небольшого росточка, очень милая, очень улыбчивая. Великая Грепина Ваганова тоже не дотягивала до идеала. Мускулистые ноги, крупная голова, широкие плечи и лицо далекое от кукольного. Но упорство и самоотдача на репетициях перевесили все недостатки. Сегодня ее имя носит Академия русского балета, который в этом году исполняется 285 лет. Устоять на пуантах балеринам помогает умение сохранять равновесие. Если представить, что танцовщица весит 50 килограммов, то одной ногой она давит на паркет силой 2,5 мегапаскаля. Это в 100 раз больше давления, которое производит гусеничный трактор на почву. За один сезон артистки балета изнашивают около ста пар пуантов. Так велика нагрузка. Дуфли не выдерживают, а ноги терпят. При постановке пуантов стопы идет нагрузка на пальцы. Для обычного человека это невозможно и неестественно, если ты не владеешь каждой косточкой, каждой связкой и мышцей на своей ноге. В таком положении это тяжело. Практически невероятно выполнить. Балансировать на кончиках пальцев позволяют крепкие мышцы, сухожилия, связки и фасции всего тела. Они образуют целую систему, подобно цепи, которая сжимается и растягивается во время работы. Это мышцы ног, в меньшей степени возможны руки. Есть это солист, есть это выполнение каких-то дополнительных действий. Мышца туловища должна сохранять определенное положение тела. Как я понимаю, это определенная эстетика, осанка, положение головы. Которая тоже передает то, что хотел сказать автор, очевидно. Это же все-таки язык тела. Карьеру балерины начинают рано, в среднем в 7 лет. Мастерству танца обучаются 10. Чтобы поступить в профильное училище, проходит жесткий отбор. Конкурс по несколько десятков человек на место. Существует три тура конкурсов. Первый тур – общие данные. Второй тур – по здоровью, медицина. И третий тур уже из отобранных проверяют еще раз музыкальность, шаг, подъем. Все данные профессиональные. Тело – главный инструмент артиста балета. О нем он должен знать все. Как устроены мышцы, суставы, какие химические процессы происходят в организме во время нагрузки и отдыха. Поэтому работу станка будущие танцовщики совмещают с изучением естественных наук. Например, физики. Танец задействует те же самые физические принципы, как инерция, инерциальное движение. Мы очень много разговариваем про вес, про перенос веса, про поиск веса. Много разговариваем про то, чтобы импульс в движение брать в инерции, работать от каких-то принципов, которые забрасывают. То есть в этом плане получается такой немножко научный подход. Фуэте – элемент классического танца. Состоит из поворотов на 360 градусов с раскрытием рабочей ноги. Нижняя конечность поднимается на 45, а то и 90 градусов от пола. После каждого круга балерина встает на всю ступню. Затем снова начинает вращение на кончиках пальцев. Расставленные в сторону руки помогают сохранить равновесие. Настолько должно быть скоординированное движение, состоящее из многих других движений. Из опорной ноги, правильной работы корпуса на опорной ноге, правильной работы работающей ноги, подтянутости корпуса, опущенных плеч, выборотных ног. И все это вместе надо скоординировать. Главное – не сходить с пятачка. Опираясь всего на одну ногу, балерина должна двигаться только немного вперед. Раскачивание в стороны не допускается. Ваше тело, являясь вашим инструментом, испытывает колоссальные нагрузки. А нагрузки сейчас огромные. Спектакли идут двойниками утром-вечером, тройниками утром-днем и вечером. И это практически каждый день. Соответственно, ваш организм должен быть настолько совершенен, чтобы в нем не было дисфункций и нюансов, позволяющих какой-то мелкой неприятности вырасти в большую проблему просто за счет ее механического повторения. Кстати, Анна Павлова, Галина Уланова и Майя Плесецкая считали фойте бессмысленным трюком, отбирающим много сил, хоть и владели им в совершенстве. Гран-ЖТ – большой прыжок. Во время элемента тело балерины за четверть секунды разгоняется до 4,5 метров в секунду. Ускорение свободного падения равно 2G. Это выше, чем у лифта, который трогается с места, и чуть меньше, чем при разбеге самолета. Прыгая, танцовщица разводит в стороны руки и ноги. Создается иллюзия невесомого полета и кажется, что ее подвесили на ниточке. Но в момент приземления позвоночник испытывает жесткие перегрузки, ведь вес тела никуда не делся. Вообще классический балет – это самый сложный вид искусства, и все движения очень сложные. И все движения, каждое движение является подготовкой для другого. Поэтому если ты отдаешь, ну как бы не вырабатываешь одно движение, то в идеале не получится другого. В ходе исследований врачи заметили еще одну уникальную особенность балерин. Они настолько умеют управлять своим телом, что могут даже без вмешательства медиков ставить суставы на место. Выносливы не только физически, но и психически. Это позволяет не терять продуктивность даже на пике нагрузки. Я знаю балерин, которые возвращались после замены сустава. После постановки титановых штифтов, допустим, большеберцовой кости, когда большеберцовая кость была изнушена настолько вследствие хронического тибелстресс-синдрома, что прочность ее утрачивалась. И тогда внутрь ставили титановые штифты, и люди тоже работали. Иногда артистов балета сравнивают с космонавтами. К здоровью и тех, и других предъявляют высокие требования. На большую сцену, как на МКС, попадают только избранные. Фойте сопоставимо с вращением космической станции вокруг Земли, а прыжки с работой в невесомости. Только инверсионный след от взлета быстро испарится, а искусство останется на века. Субтитры создавал DimaTorzok